Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот так слухи встряли мухи Холоферн Майерсдорф К вашим услугам А это мои сыновья Берни, Франклин и Гуго Рика Майерсдорф Твоя родня? Ну да, это мой младшенький Да вот беда Он бросил семейное дело И ушел искать счастье в большой город А почему, ты спрашиваешь? Вы знакомы? Ну да, приходилось встречаться Но я не об этом Я пришел по объявлению Ну да? Медоносный призрак мне пасеку разоряет Что касается платы Нам теперь с пасеки никаких доходов нет С тех пор, как призрак появился Может, скинешь цену немного Хм Хм Нам... Хм Ох Ну, пусть так Если ты нас от призрака не избавишь Мы по-любому разоримся Будем считать это инвестициями Так что, по рукам? По рукам Ты же понимаешь, что ничего подобного Никакого медоносного призрака не существует Это должно быть какое-то чудовище Может быть, дух Работники твои видели что-нибудь? Я видел Я как раз чистил улей И один батрак вдруг закричал Орал так, будто его покусала целая туча пчел Я подбежал к нему, но он был уже мертв У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений Синие губы И не в волосах А вокруг полно мертвых пчел Что вы сделали с телом того батрака? Я бы его осмотрел Поздно Мы похоронили беднягу несколько дней назад Покажете мне место, где появился призрак? Идем Прошу сюда, за мной С чего вы вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников Если дарами пчел плохо распоряжаются То приходит медоносный призрак Он разбивает ульи и убивает пчел Чтобы никто не использовал этих благородных созданий В неправедных целях Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет Отец подписал недавно контракт с реданцами Ну, значит, призрак из Нильфгарда Тут вот На этом самом месте призрак убил батрака Может, остались какие-то следы? Здесь покрыты нем Холод должно быть и убил их чел Кровь Почернела и засохла Значит, прошло несколько дней Должно быть, тут погиб батрак У этого и колеса для нас Но призрак из здоровья И он очень тяжелый Следы исчезают в воде От этой лужи, которая притворяется озером Почти ничего не осталось Проверю другой берег Может, следы идут дальше Субтитры делал DimaTorzok Ах, и гнусный же ты Если есть руки, должны быть рекорд Но, скорее всего, это не они уничтожили пули Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь он протиснется Должен быть другой вход Закрыто Закрыто У меня есть ключ Пожалуйста Отец начал строить этот дом для Берни Но нам не хватило денег С тех пор стройка стоит Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери Неизвестно еще, что я оттуда выпущу Я не знаю, что я оттуда выпустие для того, кто уничтожил вашу пасеку Я не знаю, что я оттуда выпустие для того, кто уничтожил вашу пасеку Я не знаю, что я оттуда выпустие для того, кто уничтожил вашу пасеку Я не знаю, что я оттуда Продолжение следует... 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 Отдавай! Спокойно! Иди! Прости, но... Неха... Я... Заодно, а не за... Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо... До Порта вы так просто не дойдете, на улицах Стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в Зимородке. Я знаю новиградские каналы. Об этом я и хотела тебя попросить. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая... Видишь? Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных, или сразу идти в Зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Ты не можешь рисковать всем ради двоих. Это неразумно и... аморально. Я боялась, что ты и так скажешь. Хорошо. Пойдем в Зимородок. Ты проверял каналы под Зимородком? Нет, я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только. Еще год назад стражники кланялись чародеям на ульт. Патруль! Они не должны нас заметить. Так, они ушли. Идем. Не видно ни стражей, ни охотников. Значит, все в порядке. Или мы опоздали. Крис! Слава, Мелитель! Кто-нибудь из убежища в Серебряном городе добрался? Адетта. Каспар. Дитмар. Иоанна. Что с Хагеном? Он... уже не придет. Да. Ну, быстрее. Пока никто не зашел. Трис, мы беспокоились о тебе. И правильно. Охотники были у меня на хвосте. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться. К чему эти слезы? Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это вредит красоте. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в ковер? Нет, но я помогаю перебравить туда остальных. У меня такое чуткое сердце. А почему твое чуткое сердце затрепетало только сейчас? Чародеев жгут уже много месяцев. В таких масштабах только с недавних пор. Кроме того, хорошо иметь друзей в ковере. Особенно при дворе короля Танкреда. Тсс. Рис будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом. Пока убедились, что в ковере нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей. Пока нашли капитана, которому можно доверять. Мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Значит, мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите. Достанут и убьют. Возможно. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно. С оружием в руках. Они на костре, моля о пощаде. Если что, я буду вас защищать. На мою помощь вы тоже можете рассчитывать. Да. Помощь риданского шпиона. Соглядата Эра Давида. Но это было давно. Ты воспитал этого безумца. Ты научил его убивать. Ты! Не время сводить старые счеты. Дискуссия окончена. Я спускаюсь в каналы. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом. А ты, Дикстра, отправляйся в порт. И проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Я надеюсь. Рис, ты действительно хочешь идти со мной? Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше ничего не говори. Иди вперед. Если только выйду из этого живых, брошу чары к ебине матери. Нет. Именно этого и ждут церковь и Родовид. Чтобы магия исчезла, и мы вместе с ней. Удачи. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно, что в этом гребаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Уже скоро. Уже скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да. Играет музыка. Да. Библиотека? Библиотека? Библиотека. Мы вернёмся за ними потом. Нет, не вернёмся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдём. Надо спешить. Продолжение следует. 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 Девушки отдыхают. Думаю, это не совпадение. Ну да. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? Пара укусов на стопах и лодыжках. Но это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнется заражение. Позже, Геральт. Сначала мы найдем выход к порту. Девушки отдыхают. Тело бледное и сушеное. Раны только в области шеи и горла. Фонарь еще горит. Нет, они погибли недавно от укусов в шею. Это катастрофа. Что? Бомбир. Берегись, он ядовитый. Каналов всегда столько интересного. Да. К счастью. К счастью? Это мой постоянный источник дохода. Ну, пойдем. Ты слышишь? Чайки. У нас получили. Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться? Как корабль? Старая калоша. Дерево прогнило, паруса от раны, как старые портки. А... До ковера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Помочь? Я могу сыграть на скрипке? Или сбегать за цветами и шоколадкой? Что ты несешь? Только не говори, что ты не будешь умолять Трис, чтобы она осталась. Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, брат, демонов! Похож на черонейку. А-а-а! А-а-а! Он не нужен живым! Живым! Обловил его, обловил его! О-о-о! О-о-о! Дикстра! Я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Останься со мной. Геральт. Давай больше не будем. И по крайней мере, не здесь и не сейчас. Госпожа Мерегольд! Пора отчаливать! Пожалуйста. У нас был шанс, но мы его не использовали. Я люблю тебя. Госпожа Мерегольд, мы отдаем концы. Не дешевелись. Пойди! Пойди! Ну, брат! По крайней мере, ты попытался. Меня когда-то тоже отшила чародейка. Рассказать тебе? Расскажи, мне не помешает. Когда-то я сдувал пылинки с Филиппой Эйльхард, когда мы оба еще служили Редании. И вот надушился я, как шлюха в жару. Надел костюм в продольную полоску, потому что она, понимаешь, стройнит. Ну и говорю ей, Филиппа столько нас объединяет. Все дела. И знаешь, что она сказала? Что продольная полоска все-таки недостаточно стройнит? Нет. Что? Геральт, повернись. Я не настроен шутить. Да нет, серьезно. Повернись. Трис? Я думал, что... Я тоже. Но я передумала. Спасибо тебе. Большое спасибо. Диэкстра, не обижайся, но... Исчезаю. Меня уже нет. Пойдем отсюда. Куда-нибудь, откуда видно корабли. Веди. Куда-нибудь... Куда-нибудь... Исчезаю. Куда-нибудь... Куда-нибудь... Теперь-то их не поймают? Нет. Можешь выдохнуть, правда. Ты прав. Просто я никак не могу поверить, что всё уже кончилось. Я мечтала об этом месяцами. Я мечтала об этом месяцами. И я буду с вами. Ты так себе это представляла? Нет. Я представляла, что буду на корабле вместе с остальными. А ты, самое большее, будешь махать мне с берега платочком. Надеюсь, ты не жалеешь, что дело повернулось иначе. Говорят, ковер красив в это время года. Но всё-таки я выбираю тебя. Неудивительно. Я в это время года тоже довольно красив. Да. Может, мы ещё отправимся туда, когда всё кончится. Это означало бы балы, банкеты, беседы и всякие другие скучные вещи на «Б». Но так же балдахины, бальзамы, безе. Ты бы мог отыграться за все эти годы, когда спал по кустам и мылся в горных ручьях. Звучит соблазнительно. Но мне ведь не обязательно отказываться от ведьмачьего ремесла. Нет. Ты бы мог иногда брать заказы на разных чудищ, чтобы не выйти из формы. Только не слишком опасные, чтобы я не очень волновалась. А я бы тебя ждала. Дай угадаю. С ужином при свечах? При свечах? Но в постели. Хотя, на самом деле, можем обойтись без свечей. И без постели. С ужином при свечах. С ужином при свечах. Хл... Хлакбар. Никакого смысла. Это кот. А ты чего ждал? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Геральт. За это. И за то, что ты сказал мне в порту. Я должен был сказать это уже давно. И... Что теперь? Боюсь, для... Они жили долго и счастливо. И еще слишком рано. Будет еще время и для... Долго и счастливо. Да. За семью горами, за семью лесами. Мы живем в жестоком мире, Геральт. Нам тяжело строить планы. Еще тяжелее в них верить. Даже если очень хочется. Минуту назад у тебя было совсем другое настроение. Огонек погас. Не беспокойся обо мне, Геральт. И умоляю. Береги себя. Я поеду искать Цири. Я уже близко. К ней или к кому-то, кто знает, что с ней случилось. Где мы встретимся? Мне приходит в голову только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам. Каэр Морхен. Я давно там не была. Итак? До свидания. Я буду скучать. Очень. Я тоже. Одеколон. Пот. Иконская масть для больных суставов. Дикстра. Ох уж это ведьмачье чутье. Ничего от вас не скроешь. Да, я от тебя тоже. Дикстра, ты когда-нибудь от меня отцепишься? Когда-нибудь. Когда ты станешь мне не нужен. Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около тридцати. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? Две тысячи три? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Эринбе? В Бонарде? Арткарайге? Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого. Включая Янифер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования – симптом более серьезной беды. Редание и правец сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. Двадцать лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. А знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Зазвать ополчение, выстроить селян с косами – для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Нам с Визимиром это удалось, после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть, сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Родовид свирепый. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля – это тебе не заказ на Нагера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак. Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Геральт. Продолжение следует...